Болото значит болото. Правда, я не помню место на болоте, где бы лежала еда. Ну, может быть, бар на базе чистого неба, и то не факт. Вот не помню всё. Радиация пока приемлема, с едой нормально всё. Кстати, почему у меня не в полном объёме радиация, когда я ем еду? Потому что я взял крепкий желудок. Мне тут объяснили. Крепкий желудок убирает часть радиации. Но это тогда невероятно полезный перх для данного режима игры. И, конечно же, я не прогадал, что взял его. Перейти, перейти. Я пришёл, собака. Оооо... Она колдунья, да? Нет больше собаки. Мясо будет какое-нибудь? С них никогда мясо, кстати, не падает. Ну и в ЧН я помню, что где-то тут лежал рюкзачок за пределами хутора. Где-то в деревьях. Но тут как-то что-то не видно. Ладно, я не буду прям настолько сильно упарываться в поисках тайника. У нас вот только на этом блокпосте две точки, где может быть тайник. Это щиток в этом доме и там ещё ящик. А ну-ка. В щитке... Ну, я уже не удивляюсь. Я не знаю, везёт неимоверно. Ну, хорошо. Опять-таки, всё отсюда брать не буду. Да, в принципе, давай, наверное, пока отсюда ничего не брать. Потому что неизвестно, каким образом я буду возвращаться обратно. Через этот переход или через тот, что сверху? Наверное, всё-таки через этот, чтобы сразу выйти к деревне двичков и из деревни уже куда-то пойти. Ещё один свару. Выстрел в РПГ. Но и такого прям суперполезного ничего нет. Ладно. В ящике плюс канистра. Пустая. Убираем. Рано или поздно надо скрактить печь. В этом доме будет какой-нибудь ящик? Коробочка. Формированный уголь. Какой? А, активированный. Хм, и брезент в лист вроде как. Ещё пару коробочек. Разбиты на лоб на фонаре. Там прям темно, так страшно. О, на входе радио. Ну и вот тут ящик. Ой, батон! Старый. Правда, ну ничего, 180 калорий. Плюс даже самогон. Он же тоже на минус радиацию действует. Даже два запаса самогона в нём. Ну да, вот очень слабо выводит. Всего 102, но выводит же. Вот это сейчас прям очень хорошо. Тут пусто. Поэтому просто отсюда уходим. Ну я уже не жалею, что пришёл в это место. Отсюда куда направляемся? Ну так вот по основным точкам. Сейчас к церкви. Конечно, тут есть мост рядом. А под мостом был рюкзачок в оригинале. Вот не знаю, брать или не брать. Просто вода может быть радиоактивная. И тогда, да. Ну смотри. Поливитаминчики. Бинты. Состояние-то какое? 40%. Кстати, я наверное не починю её. По-моему минимум с 50 или с 55. Ну вот не знаю. Ого, сколько всего выпало с рюкзака. Ну хорошо, давай возьмём. Но скорее всего уже придётся вернуться. Я уже почти перегружен. Сколько там? 50 из 59. 23 килограмма. Сбросил то, что не нужно. Ну пока. Обязательно попытаюсь максимально полезного перенести. Вот теперь, наверное, путь лежит на церковь. Рядом с церковью аномалия большая. Электро. Ой, мышка. Ну давай. Вот это я зарядил. Ну мясо их подбирать я прям уже не вижу смысла. Брёвнышко. В брёвнышке. Давно столько пушек не выпадало. Поливитамины. Ремкомплект аж тройной. Для чистки винтовок. Смотри, скарчик с обвесом. Это всё красота. Гранаты, понятное дело. Труселя. О, ну и нож, кстати, выпал. Это хорошо. Потому что мой уже потихоньку ломается. Правда и тот, конечно, не в лучшего состояния. Но опять-таки всё подряд брать. Места никакого не хватит. Вот это я, в принципе, наверное, оставляю. Да. Вот это всё оставим и пошли. Низкий заряд батареи уже. Хорошо. Используем это и вот это. Почти полный. Ставим обратно контейнер. Ну и помню, что ещё кладбище обыскивалось. Не, не кладбище, а... Крест. Ну и тут кое-что. Антирад. Это очень круто. Набор для розжига. И, наконец-то, покрывало. Так ещё и комплект приготовления пищи есть. Да что ж такое? Вы что пристали? Мыши. Да сколько вас? Что с костюмом, боюсь, приставить? 88%. Но тут уже надо подклеить маленько. О-о-о. Со всей локации. Да, подклеим раз 88. Да вы дадите мне восстановить костюм? Здесь 90. Это уже нельзя использовать. Здесь 75. Ну, используем, значит, 75. 89 плюс 4. 93 плюс 6. Починить. Итак, что там? Антирад взял. Поливитаминчики. Жевательный табак. Снова набор для розжига. Приготовление пищи. Ну, вот он почти везде попадается. Это не беда. Ну и так. Остальное. Приметы для крафта. Вот это всё оставляю. Ну, пустые эти брать не знаю. Не знаю. Давай возьмём и сложим тут. Темновато тут в церкви. Зловещая. Я бы сказал даже. Обстановка. Так, ну тут будет что-нибудь? О, водка. А, обломали. Она не берётся. Обалдеть звук. К сожалению, водка не трогается. О, ещё что-то. Ну тут уже, в принципе, чего-то супер-пупер нет. Ну, вовремя каплей добра не берём. И что-то, наверное, надо скинуть. Ну, вот эти всякие комплекты. Мне бы кабанчика. А покушание-то уже сильно спустилось. Тем временем. 26 килограмм. Во-первых, я предлагаю бахнуть старого хлеба. Чтобы маленько густануть в ностовость. Во-вторых, угля, наверное, не надо активированного. А вот витаминчики. Вполне. Всё, вроде нормально. Таблетки потихоньку работают. Мышка мёртвая. А чё она тут лежит? Кто её тут-то мог замочить? Повыше тут тоже должен быть тайник. Аккуратно поднимаемся. Тут ничего. А вот где-то на крыше. Сейчас бы ещё не упасть. Ящички будут маленькие. Ну, нет. Значит, рискуя жизнью, пошли. А, пока. Всё-таки упал. Я вижу его. Ай, да что такое? Не получается мне дойти до ящика. А будет ещё и смешно, с ним пустой. Ладно, всё-таки собрался. Да-да. Больше на территории церкви тайников нет. Есть только ящики рядышком. Хотя мы знаем, что из ящиков тоже может что-то вкусное выпасть, да? Аптечку падал, например. Но если мне придётся использовать аптечку, это значит, что всё не слава богу. Либо у меня жрёт уже радиация, либо что-то в этом духе. Но коробок нет. Ладно, в таком случае я иду куда? В сторону рыбацкого хутора? Ну, наверное, да. Посмотрим, что там на базе чистого неба. А оттуда уже тоже куда-нибудь двинем. И вот я уверен, что я пропускаю кучу тайников, которые валяются в кустах. Либо все 60 тайников не запомнить, если их тут 60. Но ничего. Что будет попадаться на глаза, я обязательно заберу. На самом верху ящик. О, всякого повыпадал. Газовый баллон. Наконец-то. Вот теперь мне бы дойти до места с инструментами и эту печку скрафтить. Вороны одиноко летают где-то вдалеке. Моя цель впереди. Красота. С этой стороны церковь. Люблю смотреть с высоты. Мясо бежит. Иди ко мне, дорогой ты мой. Ой, их там ещё очень много. Да ты подожди, стой, ты куда пошёл? Ты вернись. Чё он испугался? До связи. Там три кабана. И если у них будет два куска мяса, это ещё плюс один беззаботный день. А, я ещё и сохранился до того, как... Хорошо. Но ты дурак! Мясо куда-то побежало. Давай, давай побежим в сторону. Да он сейчас опять попадёт. Всё-таки убежал один. Ё-моё, ещё один боров. Три покойника. Да? Да, один улетел, к сожалению. Ну ладно, подожди, может сейчас повезёт и с каждого по куску мяса выпадет. Так, мясо кабана. С первого есть. Нож в слишком плохом состоянии. Поздравляю. Дальше идём. Мясо кабана. Ещё одно мясо кабана. Итого у меня сейчас три мясо кабана. Ну, это очень хорошо. Мягко говоря, жаль, что тот залетел в аномалию. Но давайте не будем там по сто раз перезагружаться, вот это всё устраивать. Но не повезло, так сложилась ситуация. Кабанчики меня тут ждали. Ты представляешь, с самого начала, когда я пришёл на локацию. Что тут? А тут так, по-всякому, по-разному. Ящик пустой. Да и тут как-то ничего. В общем, ничем я не порадовал рыбацких утра, ну кроме кабанов. И можно непосредственно на базу чистого неба идти. О, как хорошо, что я прилетел. Так, спокойно. А, стоп, я ещё забыл, что тут за базой был тайник. Вот где-то в этом месте. Это должен быть сейф. Вот, я уже вижу. Поливитаминчики, кстати, закончили своё действие. Поэтому неплохо было бы выпить ещё. Где они? Я теряюсь в новой даре. Вот они. Итак, в сейфе. Ну, да. Вы слышите, что у меня гром за окном? И тут тоже такая погода паспортная. То чувство, когда погода совпала и в игре, и на улице. А, ну правда, у меня дождь. А тут его пока нет. Всё, база. Вот бы мне кусочек мяса. Я был бы рад. Стоп, подожди, а я тут пройду вообще? Я что-то забыл, можно ли в ДТР спокойно пройти на базу. Мне казалось, что да. Не паникуй, пока всё нормально. Просто идём вперёд. Через все эти заросли. А, нет, тут невидимая стена. Или в какую, или может в другую сторону надо пойти. А, а, всё, я испугался. Я там реально уперся в стену, думал, всё, пора кони двигать. Но нет, по радиации всё так же 70. Наконец-то база чистого неба. Было бы тут что-то наподобие быстрых перемещений. Хотя бы ограниченных, типа раз в день. Было бы нормально. Можно было прям себе уютно вот тут построить базу. Всё, понял, понял, понял. Ну давай, что ты умеешь, покажи. Понял. Т-11 с хпшкой беда. Ух, как долбит. У него мы находим патроны старые и лист лёгкой ткани. Вот тут патифончик стоит. Можно ли его обыскать? Не-а. Не обыскивается. Что же он в каждую дырку проваливается? Патифончик обыскать нельзя. В туалетной дырке тоже ничего нет. Так вот, я мысль не закончил. Было бы классно, если бы можно было. Конечно, это уже не очень, вы скажете, реализм. Но просто сами подумайте, типа, если ты выбрал себе базу тут, то тебе нужно идти там, условно, обыскать рыжий лес, потом переться сюда обратно, чтобы сбагрить весь хабар. Но, думаю, опять-таки, в том числе и... А, брать нельзя. В том числе то, что... Наверное, не должно тут быть как таковой одной конкретной базы. То есть тут конкретно на локации можешь выбрать точку, обыскать всё, потом в итоге взять всё самое лучшее и переходить на следующую локацию. То есть, да, наверное, всё-таки так. Какой-то одной главной базы нет. Кстати, еды не было, к сожалению. Ни одного хлебушка. Ни водки, ничего не взял. Зачем пришёл? Ладно, может всё-таки что-нибудь найдётся. Ну, хотя бы знаем. Да, тут есть рюкзак, но он не обыскивается. Тут он костёрчик горит. Кто, интересно, его поддерживает? Кто подкидывает дроба? Неясно. Второй этаж. Вот рюкзачок. Он обыскивается? Нет. А, ну в чем там лежали медикаменты? И водка вроде у торговца. Какое атмосферное место, да? А ещё можно подняться сюда, на крышу. Тут у нас что-то типа антенны, передающий сигнал. И тут можно ходить бродить. Красота, да и только. Хотел на секунду открыть карту. А что гудит? Это щиток, так гудит? Ничего себе. Ну что? Тут у нас был торговец когда-то. Сейчас тут. Во, сколько консиров. Наверное, там есть что-нибудь? Так. Да, тут есть аптечка и бинт, судя по всему. Больше ничего не вижу. А водки не будет, да? Водка отсутствует. Только медицина. Хорошо, пусть будет так. Тоже неплохо. Тем временем у меня беды с хп, но относительно такие. Небольшие. Но я думаю, надо всё-таки принять аптечку обычную. Раз уж я её только что нашёл. Давай используем. Что же я буду мучиться? О, меня уже колбасит. Аптечки медленно. Ну и ладно. В принципе, пришёл я сюда вот ради аптечки, которую сразу использовал. Ну и бинт остался. Что-то даже не знаю. Грустно как-то. Хоть бы водка была. В этой стороне будет что-нибудь? Тут нет. Кладбище. Там есть крест, который кажется, что можно обыскать. Давай проверим. Лопату нельзя взять? Нельзя. Нет, ни один крест не обыскивается. О, замечали, кстати, такой турник. Необычный. По палкам становишься и запрыгиваешь на него. Казарма. Не будет бутылёчка. Тут тоже ничего. Ну что тут сказать? До свидания, база. Чистого неба. А, ну, комната механика. Ладно. Ну, я думаю, тут уже всё понятно. Идти сюда смысла нет. Только куча колой резжок просто так. Тратя время на неё. Уже опять задышал ГГ. Да-то ничего нет. Даже автоматы убрали. До которых вроде как нельзя добраться. Ладно, давай скушаем старый хлебушек. Потому что уже он начинает запыхаться. Ну что, куда направляемся теперь? Наверное, стоило бы посетить водонасосную станцию. По крайней мере, в округе это единственное место, в котором точно есть ящик. Тут, конечно, есть ещё рядом места. Да, ну в том-то дело, что рюкзак этот попробуй найди. Но тут ладно, ещё можно. Вот он, вояка. А тут... Блин, ты во что наступил перед смертью? Неважно. Не, у него ничего нет. А! Ты что, дурак? Вот это встреча. Мне только тебя тут не хватало. Её можно обычным ножом обыскать? Представляете, да. У него мозг бюро. Что это такое? Хоть бы что вкусное было. Я уже и забыл, зачем я пришёл сюда. За тайником. Ну как-то опять-таки ничего. И всё, туда-сюда уже сразу идти. К водонапорной башне. Я, блин, помню, что где-то рюкзак. Но нет. Ладно. Это что за странный островок такой маленький? С костерком. Ещё же надо заходить в логово дедушки. А дробь-то всё. А, вот тебе и прикол. Надо понадеяться, что сейчас из тайника какого-нибудь выпадет резко 20 дроби. Но это из разряда фантастики. А, тут зомби. Ну, может, как раз с них пару дробей и найду. Так, а вот тут случайно нет тайника никакого? Да нет, не вижу ничего. Всё-таки изменили локацию частично. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Подожди, братуха. Ого. Прямо на обходе аномалия. У него находим пару жеканов. Оружие не заряжено, к сожалению. Привет, привет, привет. Успокойся. В жизни так бывает. Я пострадал ради одного жекана. Привет, не иди туда. Чшшшш. Тут никого нет. Ваша репутация улучшилась. По-моему, я не успел его, с него ничего подобрать. Четыре дроби. Ещё одна. То есть пять дроби. Живём. Пока что. Тихо, тихо, тихо. Ты что-то услышал, да? Ты видел? В МП-5 упало прям в дырку специально. Ещё бы он свалился. Было бы смешно. О, мышь застряла. Тут что, во-первых, гора ящиков. Самодельные ножки из брезента. Ой, поехал. Хотел разбить ящик. Он пустой. Тут что? Вон тут аптечка. И штык-нож. Штык-нож, к сожалению, тоже убитый. Зато самодельный выпал новый. Ладно, дальше что? Ага, две канистры полные я подобрал только что. А что мне с ними делать-то? Конечно, круто. Я провалил душу. Что у меня с бронёй там уже? 90%. Надо опять клей использовать. Плюс два всего лишь. Плюс шесть. То есть восемь. А давай. Вот ещё обрубок тоже пустой. В общем, тут ничего на этой точке. Ну куда? Руины деревни? В принципе, да, это самая дальняя точка. Ещё вон там же у нас. Но там, по-моему, нет никаких ящиков. Да и не лежит ничего. То есть сейчас мы можем просто ходить и натыкаться на какие-то тайнички, например. Ну и надо, да, сначала эту половину обыскать. Потом уже потихоньку возвращаться в эту половину. И передвигаться в сторону кордона. Слышу мышек. Итак, там руины деревни. Ё-моё. Так по-моему, попади, попробуй. Они же не кусаются. Зачем они нападают, я не понимаю. Как еда, типа, они ко мне подбегают. Вот, скушай меня. Ну что там эти сто калорий? Здесь сто радиации. Здесь даже нет смысла жарить. Тут есть интересное место. Оно и аномальное, и минимум один рюкзак тут есть. Ух ты. Ну и вот не знаю, доставать детектора. Надежде. Тут кровосос. Ого, можно всё в одну перелезть? 8 литров. 8 литров, но она весит 7,52. Не понял. А эта пустая весит 1,60. Ладно, лучше не думать об этом. Итак, артефакты. Тихо-тихо-тихо. Не надо. Да нет, тут ничего нет. Ладно. Тогда давай ящик тут обычно, который где-то должен лежать. Что это там, кит? О, он застрял. Ну, сейчас тогда. Да, я ему помогу вылезти. Ничего полезного. Ну и вот этот ящик, ради которого я пришёл, оказался заполненным. Ой, ещё один застрявший. Тут сразу же радует наличие антирада. Я уже даже особо не удивляюсь, но поверьте, я рад. Вот такая штука. Но в остальном своём, что тут брать? Ну, деталь для крафта, которым я вообще не занимаюсь, да? Да и у меня их уже столько, что нет смысла брать лишний раз, нагружать себя. Но я всё беру, беру и беру. Всё. Всё, что надо взял. Конечно, самое главное, опять-таки, это антирад. Куда бежишь? Ооо, что вытворяет? Ты меня зачем укусил? Вот так. Да у котов реально никогда ничего вкусного не бывает. Всё, теперь точно можно идти в руины деревни. В нос везде уже очень сильно кончается. А что бы мне такое захрустеть? А ничего. Воду? Ну, уже время потихоньку к вечеру двигается. Наверное, мне так кажется. А там уже можно и поспать на голодный желудок, проснуться, покушать. Ну, кто она этот раз? Чего? Где ты? Кто ты? Ясно, наш там. И, хорошо, смотри, сколько штук? Три штуки. Давайте, до свидания. Вот в этом местечке тоже где-то тайник должен быть. Ну, попробуй просто где его взять. Кстати, а помните, там, значит, у нас медуза в чейн была. Хотя вряд ли её будут оставили. Скорее всего, её там нет. Что-то надо подкидывать. А нахрен от собой таская канистру? Давай выкинем. Минус 7 килограмм. Всё равно нигде не буду использовать это топливо. Ну, серьёзно же. Так, ну а что мне с этим делать? Можно было бы потенциально кинуть гранатку. Вот у меня есть же РГД-шка. Да, я думаю, пришло время попытаться её использовать. Выдергиваю щеку. Может, бахнет. А, они прямо сюда идут? Всё, что делают? Ловите, короче. Слишком далеко. Минус 1. Была вычислена и успешно нейтрализована. И там ещё одна была. И убежала, что ли? Сюда. Он как витива, да, спасает. Мозг. Часть шкуры. Клык. Тьфу ты. Что-то их было вроде побольше. Целых 3. Одну убил, две убежали. О, бежит. Иди отсюда. Меня пси-собаки испугались. Но вот эта подлюка меня не испугалась. И до меня побежала. Это же надо. Ох, там толпа зомби, смотри. Разберёмся. Привет. Прям перед аномалией встал. Пока. Аккуратно на шифте. Так они без оружия стоят, что ли? Ну один... Не, с пистолетами вроде. Гришка-крёстный отец. Почему у него была зелёная нашивка наёмников? Да чё ж тут везде аномалия, блин. Куда ни пойди. О, комплект приготовления. Три дроби. И ещё парочку, наверное. Чё ты стоишь, смотришь? Для тебя ничего нет. А, ты мне ружьё принёс. Спасибо. Патроны есть? Ну так. Ружьё не заряженное. Расстрелил ты меня. А, меня засосало. Тут вообще опасно передвигаться. Нет, видишь, засасывает. Ладно. Вот тут был ящичек. Понял. И больше тут вроде нет никаких ни ящиков, ничего. К сожалению, да. Да господи, хватит. Звук удара. Прям реалистичный, довольно. Всё. Выносливость уже очень сильно кончается. У меня три комплекта приготовления. В принципе, наверное, я мог бы сейчас зажарить мясо кабана. Ну, мясо оно сколько мне даст? 500 калорий. То есть это половина. А у меня тут ещё до половины далеко. То есть впустую много калорий съем. А тратить комплект, один из трёх, на какое-то более, менее калорийное мясо, это бред. Потому что у меня есть три мясо кабана калорийных. И лучше уж их приготовить. То есть лучше тогда уж сейчас тянуть и страдать от кончающейся выносливости. О, аномалия на входе. Хлеб будет? Ага. А так вообще очень красиво всё сделано. Кто-то сидел тут на стуле. Завтракал, да, кушал какую-то кашу с хлебом. Попил горячий чаёк. Наверное, только с костра. Романтика. О, мыши. Тут, кстати, аккуратно надо передвигаться. Смотри, вот ещё аномалия химическая. Целая куча их. Ммм, классно. Ну и всё, тут нечего делать. Теперь бы я сходил в тоннель Тузла. Тут, скорее всего, короткого пути нет, поэтому придётся обходить. Ой, 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 ой. Всё понял. Собаки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok